Уважаемые коллеги, уважаемые гости, я хочу... Ну, Мадрис Миталлиена сделала действительно очень такой большой и... Маленький. Нет, большой и все похопливающий, как вас. Вот, ее идея о создании национального георитетического центра, действительно, она очень интересная, я думаю, что она будет воплощена нами. Мой доклад будет посвящен о синдромах, которые, так сказать, выявляют на первом звене на первичном звене здравоохранения. Значит, что такое старческая астения? Вот она рассказала, так сказать, ну, мне, в самом деле, он не больше импонирует террин старческая астения, чем террин фейлотер, в общем-то, вот, ну, я считаю, что, в общем-то, он более нам близок, ну, чем крупкие люди, вот. Это ассоциировано с возрастом синдром, основными клиническими рельгиями, которого является общая слабость, медлительность, непреднамеренные потери веса, сопровождающиеся снижением физической активности, функциям многих систем адаптационного и восстановительного резерва, приводящие к развитию зависимости, повседневной жизни, утрате способностей, самообслуживанию и ухудшению прогноза. Ну вот, распространенность старческой астении, старше 65 лет, составляет от 10 до 20 сними процентов, старше 85 лет, 45 процентов. Старческая, и что очень важно, что старческая астения, это потенциально обратимое явление. Почему, собственно, используется синдромальный подход? Ну, на самом деле, давно уже останавливалась на этом, но я хочу еще начеркнуть, что потому что заболезнями мы часто не видим функциональных изменений, которые необходимо выявлять с целью определения индивидуальной тактики ведения пациента. Что же такое синдромальный гериатрический подход? Ну, вот история. В середине 75-х годов, 20 века, Борис Исаакс ввел понятие гериатрический синдром и выделил основные направления синдромальной гериатрической помощи. Основы специализированного гериатрического осмотра, это компонентенции гериатрических ассистмент, были разработаны США еще в середине 20 века Рубенштейном. С помощью этого осмотра синдромально определяется гериатрический статус пациентов пожилого и старческого возраста. Все эти данные дают возможность разрабатывать такие системы лечения и реабилитации, которые способны не только купировать определенное проявление заболеваний, но и повышать качество жизни и уровень социальной интеграции. Вот, в результате я рассказывал о Российской Федерации, и я расскажу немножко об Украине. Сколько у нас населения в Украине? Ну, вот я, кстати, вчера разговаривал с заместителем Госкомиссата, я говорю, сколько же у нас населения в Украине? Где-то около 42 минимум человек. Или меньше? Или никто не знает этого? Никто не знает этого. Старше 65 лет более 9 с лишним миллионов. Старше 60-20 лет более 6 с половиной миллионов. И при отсутствии гериатрической службы, Боисия Михайловна говорила о четырех гериатрах в Украине, основное бурение, оказание медицинской помощи пожилым людям ложится на плечи врачей первичного взгляда. Вот это вот такое у нас наблюдается в наших поликлиниках. И вот я хочу вам рассказать о трех шагах выявления пациентов со старческой астомией. Первый шаг – это выявление пациентов с вероятной старческой астомией. Кто это делает? Это делает врач общей практики, участковый терапевт, любой медработник и медсестра. Где? Везде, где пожилой человек сталкивается с медсестным работником. Как? Это заполняется короткий скрининговый опросник не более десяти минут. Ну, а второй и третий шаги у нас, в общем-то, мы пока к ним не пришли. Поэтому все ложится на плечи в самом деле врача общей практики и семейного врача. Ну, о комплексной геоперической оценке я не буду вам рассказывать, но она, вот ее время, комплексной геоперической оценки по российским, так сказать, датам составляет два часа. Ну, вот скрининг георитических синдромов был... Ой, извините, пожалуйста. Ага, да. Значит... Странно, у меня сказал, так исчезло. А не слайд. Ладно. Значит, вот это скрининг геоперических синдромов. Это анкета, которая предложена нами, значит, так сказать. Вот в отличие от российской, там входит возраст, пол, вес, одинокий человек или живущий в семье. Субъективная оценка здоровья. Он сам оценивает здоровье как очень хорошее, удовлетворительное или очень плохое. Как изменилось состояние его здоровья за истекший год до предыдущий год? Изменился ли ваш рост? Не изменился или уменьшился? Это, кстати, очень важно. И он не фигурирует ни в одном, а простенький, ни в американском, ни в российском. Високует ли вас ощущение подавленности, угнетенности, безнадежности в течение последнего месяца? Да, нет. Високует ли вас утрата интереса к жизни в течение последнего месяца? Отмечали ли вы в течение последнего года непреднамеренные мощи испускания, непреднамеренный стул? Похудели ли вы непреднамеренно за последние полгода на 3 килограмма и более, на 5 килограмм и более? Это тоже отличается от российского опросника. Испытываете ли вы какие-либо ограничения в последневной жизни из-за ухудшения разозрения и слуха? Были ли у вас в течение последнего года падения и связанные с ними травмы? Количество падений и травм. Есть ли у вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать? Испытываете ли вы трудности в перемещении по дому или улице? Харкайбану до 100 метров, 300 метров и 500 метров и подъем на 1, 2 и 3 лестничных пролета. Ну вот, какова реальность наша? Мы видим разобщенность как участковой медицинской службы, так и социальной и гериатической службы. Что же нам, как оно должно быть? То есть, все это должно быть единым целым. И вот единым целым это может быть только при реанимации нашей гериатической службы и создании национального центра, о котором говорила Владислава Михайловна Иеновна. Это мое очень краткое сообщение. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос. Кстати, можете АСОА или АСОА, автоматизированная система оценки старческой астерии или что-нибудь такое. И тогда намного легче будет и быстрее делать эту оценку. Можно? Вы вместо обростника? Да. Нет, его включить просто, потому что одно дело, когда ставите быстро все эти птички, и это может сделать не только врач. Конечно, спасибо большое. Так, совершенно верно. Так, следующий у нас...